Музыка 2020 год в республике прошел под знаком столетия образования чувашской автономии. Празднование этой юбилейной даты отразилось на всех событиях культурной сферы региона и началось с большого торжества. В столице Чувашии прошел парад районов и городов. Ярко, красочно, масштабно в таком полном составе, пожалуй, представители муниципалитетов республики встретились впервые. На праздник пригласили ветеранов, общественных деятелей, врачей, педагогов и, конечно, работников сферы культуры. Есть такое очень глубинное удовлетворение, что я являюсь представителем чувашского народа, что я являюсь носителем этой очень богатой, очень глубинной культуры чувашского народа. И вот эта гордость, она, конечно же, сегодня вот так вот как-то так, скажем так, не просто зашевелилась, а вот забила ключом. Глава Чувашии подписал распоряжение о награждении памятной медалью «Столетие образования Чувашской автономной области». В числе первых награду получила народная артистка СССР Вера Кузьмина. Как известно, вековой юбилей Чувашии прошел под слоганом «Вместе перле». Все праздничные события в регионе были поддержаны Министерством культуры России, что дало сильный толчок к развитию социальной сферы культуры и туризма. Одно из значимых мероприятий года — Чебоксарский культурный форум с участием заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, которая назвала республику особенным уголком Поволжья. На Толе Чувашской земли выпала особая, своего рода связующая роль между тюркскими и финно-угорскими народами, между мусороманами и музычниками. И это определило особенности местных традиций, самобытной культуры, замечательные песни, танцы, сказания и, конечно, уникальная вышивка, которая посвящена единственной в своем роде музею Чебоксара. Кстати, в 2020 году указом главы Чувашии был учрежден День Чувашской вышивки, который теперь будет ежегодно отмечаться 26 ноября, в день рождения известной художницы, мастера художественной вышивки Екатерины Ефремовой. В районах и городах прошло свыше 345 мероприятий, приуроченных к новому празднику. Кульминацией стала презентация шестиметрового сурпана, изготовленного силами вышивальщиц со всей республики. В области национальной политики сохранения традиций мы тоже видели, что 2020 год был знаком для сохранения чуварского языка и культуры. Напомню, что в этом году была принята подпрограмма сохранения и развития чуварского языка. В этой программе 3 миллиона рублей заложено только для того, чтобы приобретать для библиотек книги на чуварском языке. Речь идет, конечно, и о краеведческой литературе, и о художественной литературе. Кроме того, я обращала внимание, что начиная с 2014 года в школьные библиотеки не заходили книги наших чуварских писателей. Вот в этой подпрограмме сохранения и развития чуварского языка уже заложены средства для школьных библиотек. В рамках столетия автономии прошел фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков». Фестиваль начался с экспозиции из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. В рамках второго этапа в Национальном музее заработала уникальная выставка. Ее главный посыл — обращение современных художников, в широком смысле этого слова, к традициям народного искусства. Старинные чувашские наряды, современное ювелирное и кулинарное искусство, халат с инаугурацией первого президента Чувашии и платье Екатерины II из фильма «Гардемарины-4». Все это можно было увидеть на выставке в Чувашском национальном музее. Третьим этапом стал приезд в республику известного историка моды Александра Васильева, который привез в Чебоксары коллекцию уникальных платьев и костюмов артистов эстрады «Звуки моды». Праздник шикарный. Праздник вышивки, народного творчества, великолепной кухни, серебряных украшений, головных уборов, красивых моделей. Я вас поздравляю. Мне нравится такой стиль. Я хочу, чтобы он был так везде. Также одной из новшеств 2020 года «Картины на улице» в рамках музейно-выставочного проекта «100 выдающихся людей Чувашия» на фасадах жилых домов города Чебоксары в этом году разместили копии художественных произведений из фондов Чувашского национального музея и Чувашского государственного художественного музея. Яркими событиями в жизни республики стали традиционные фестивали. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса многие мероприятия прошли в онлайн-формате, жителям и гостям столицы Чувашии удалось посетить показы кинофестиваля, межрегиональный фестиваль тюзов, ежегодный балетный фестиваль открылся премьерой на грант главы Чувашии «Дорога лебедей». Его уже назвали «Чувашским лебединым озером». Это вторая мировая премьера за два года. Театр оперы и балета вновь представил спектакль, созданный с нуля. Сроки были сжатые, условия тоже были, так скажем, весьма необычные, учитывая ситуацию в стране и в мире. Но, знаете, мы решили, что это не повод отказываться от задуманного. Есть ощущение поэзии, сказки и, главное, национальная тема. Вот это особенно важно. А как красивые лебеди сделаны с одним крылом. Они же прозрачные, они просто светятся. А какой волшебный страшный лес. Прям переплетение этих корней, эти чудища. Вот вообще фантазия есть, но она не давит. Нет этого шоу дешевого, когда все забивается зрелищем. Нет, это сделано в традициях настоящего балетного спектакля, где на первом месте стоит культура. С успехом прошел ежегодный оперный фестиваль. Вместе с артистами театра оперы и балета на сцену выходили приглашенные солисты из ведущих театров страны. Среди них Олеся Петрова из Михайловского театра, Марина и Виталий Ефанова из Новой оперы, Илья Банник из Миринского театра. Блистательным галоконцертом завершается 30-й юбилейный оперный фестиваль, посвященный нашему великому земляку Максиму Михайлову. Для ценителей оперы сегодня настоящий праздник. Этот фестиваль стал настоящим праздником. И особенно для поклонников Верди, потому что целых три спектакля были именно произведения Верди. Это и Аида, и Балмаскарад, и Рекви. Очень радует, что в условиях вот этой вот нашей пандемии все-таки происходят такие яркие, такие насыщенные события, которые дают действительно заряд энергетический, эмоциональный. Хочется поделиться своим восхищением. Жалко, конечно, что невозможно заполнить целый зал, чтобы жители нашего города могли приобщиться к такому высокому, прекрасному искусству. Всего в 2020 году, несмотря на сложные условия, связанные с эпидситуацией, театры республики поставили 27 спектаклей. Если коснуться финансов, то объем средств, выделенных в 2020 году на отрасли Министерства культуры, составил 3,8 миллиарда рублей. Развитие культуры на селе – одно из важных направлений госполитики. В этом году была проведена масштабная работа по строительству и ремонту районных домов культуры, библиотек, музеев, кинозалов, укреплению материально-технической базы учреждений по различным проектам и программам. Например, в рамках национального проекта «Культура» в Чебоксарском, Канарском и Вурнарском районах Чувашии построили три новых сельских клуба. Капитально отремонтировали дом культуры в Яльчиках. В Маргаушском, Шумерлинском, Иринско-Пасадском и Чебоксарском районах открылись модельные библиотеки нового поколения. Огромный объем работы был проделан по республике в этом году в рамках реализации 118-го указа главы Чувашской республики. 553 миллиона рублей – это беспрецедентный объем средств – было вложено на объекты культурно-досугого типа, библиотеки, музеи, архивы в этом году. На эти средства отремонтированы 230 учреждений культуры. Программа «Местный дом культуры», которая реализуется с 2017 года, в этом году позволила в республике провести ремонт 19 сельских клубов в 19 районах республики, модернизированы 17 сельских домов культуры на общую сумму 39,2 миллиона рублей. На 2021 год уже подписано соглашение с Министерством культуры России по финансированию проекта на общую сумму 32,7 миллиона рублей. Одна из важных тем 2020-го – подготовка к празднованию Года трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 2021-й пройдет под знаком увековечивания памяти подвига тружеников тыла. В Чувашии состоялась церемония закладки камня будущего мемориала. Акции памяти строителям безмолвных рубежей в октябре был дан старт мероприятиям 2021 года. Также началась работа по созданию его логотипа, эскизов памятной медали и мемориала. Новое воплощение в 2020 году получили фестивальные мероприятия национальных культур. Фестиваль «В семье единой вместе Перле» завершил марафон событий, посвященный столетию образования Чувашской автономной области. Показ национальных костюмов, выступления творческих коллективов и, конечно, ёлка. Все желающие смогли украсить её новогодними игрушками с надписью «Вместе». На фестивале национальных культур наградили лучшие творческие коллективы. Для гостей и участников выступили танцоры Чувашского государственного ансамбля песни и танца и артисты русского национального балета «Кострома». Отрасль культуры Разнообразие наших культурных традиций является тем содержательным моментом развития туризма в Чувашской республике. Причём туризма как внутреннего, то есть воспитания подрастающего поколения на основе наших духовных, народных и глубинных традиций, так и въездного, причём разного, из других регионов Российской Федерации и зарубежного. В целях развития туризма в регионе и популяризации нашей самобытной культуры и традиций в планах на будущий год добиться того, чтобы чебоксары стали новогодней столицей России 2022 года. Уже готовится серьёзная концепция, элементы которой можно увидеть на Красной площади и в сквере Максима Горького. Новогодняя иллюминация передаёт дух и энергетику наших предков. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова